Мой вчерашний пост в социальных сетях о замечательном турецком меде и слегка разбодяженном башкирском вызвал какую-то совершенно неимоверную реакцию, кем меня только не обозвали и не назвали. Я и изменник Родины, и наагент, и я, значит, продвигаю чуждые всему православию продукты на рынке Российской Федерации. Ну, попытаюсь ответить на все эти претензии, если не списочно, то хоть сколько-нибудь слитно, одновременно постаравшись избегнуть всплеска национально-освободительного движения, который нам сейчас точно не кстати будет в Башкирии. Я действительно фанат меда во всех его проявлениях, и объехав 39 стран мира, я стараюсь пробовать и есть мед везде, где мне это удается сделать, сравнивать, понимать различия в этом продукте. Ну, так вот получилось с детства, я пристрастен к этому продукту. И потому осмелюсь сказать, что я разбираюсь в меде, разбираюсь в том, настоящий он или нет. Мне доводилось попробовать мед, например, в высокогорных районах Перу, в Тоскане, на Сицилии, хлопковый мед Таджикистана, странный мед Мексики, такой необычный, очень душистый мед Каталонии, и даже мед в Греции, Албании, Черногории, в Боснии, в Тунисе, в Судане, в Египте, ну и много-много где. На самом деле мед был, есть и будет практически во всех странах мира. Ну, может быть, его нету где-нибудь в Исландии или в Канаде, хотя, думаю, что в Канаде он тоже есть. Ну, и если уж башкирскому меду каким-то образом удалось заработать репутацию лучшего, знаменитого или самого вкусного меда хотя бы на территории России или бывшего Советского Союза, то вот именно эту репутацию нужно холить, лелеять, приумножать, а не разрушать и не дискредитировать его бредовыми идеями о всяких медовых кластерах имени Артура Идельбаева или о несостоявшихся фестивалях Апимунди, на которые никто не собирался собираться приехать. В общем, вот об этом на самом деле шла речь. И я, в общем-то, не упрекаю башкирских пчеловодов в том, что им нужно как-то выживать, что они не самыми добросовестными методами иногда увеличивают объемы своего производства, но беспонятной, внятной, а главное эффективной политики в области поддержки малого сельскохозпроизводства, а пчеловодство это именно вот эта категория, конечно же ничего не получится, потому что эту отрасль нужно поддерживать или хотя бы ей не мешать. Ну, а наши власти пока на данный момент упиваются своими фейковыми успехами в области многомиллионного тоннажного зерноводства, непонятно куда это зерно теперь девать, а вот на медовую и пчеловодческую сферу в Башкирии все меньше и меньше внимания уделяется, кроме каких-то всплесков интереса дорогого Радия Фаритовича к бортевому пчеловодству, настоящей помощи не наблюдается. Так что я прошу пчеловодов Башкирии на меня не обижаться, у нас действительно восхитительный мед иногда бывает, но, к сожалению, все чаще и чаще этот мед бывает ненастоящим. Субтитры сделал DimaTorzok